Здравствуйте! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман. В этом видео у нас с вами будет мукбанг. Я буду кушать омлет с сосисками. Также у меня здесь нарезанные свежие помидоры, огурцы и плюс такой сыр французский. Не помню название уже, честно. Также у меня чёрный чай обычный. А, за ваше здоровье, как обычно. Ой, приятного просмотра и аппетита. Ребят, хотел сегодня с вами обсудить, скажем так, такую тему насущную, которая происходит сейчас в Америке. Это протесты, да, в связи с, скажем так, неадекватным отношением полицейских к темнокожим. Читал различные статистики, различные новости о том, что в США от рук полицейских в три раза больше погибают темнокожие населения. Вот, по статистике. Не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, именно с таким вот отношением неадекватным. Приятного аппетита полицейских в их сторону. И, скажем так, последней каплей было убийство одного темнокожего мужчина, Джордж Флойд. Его там заподозрили, что он что-то там сделал не так на 20 долларов. В магазине, честно, я не совсем понял, что конкретно. Ну, суть в том, что полицейские приехали, три полицейские машины ради одного мужчины. И один из полицейских зажал его горло коленом и минут 8, 9 или 10 даже таким вот образом зажимал ему здесь все коленом. И тот мужчина говорил, что я не могу дышать, я не могу дышать, типа мужик там, отпусти меня. Но полицейский никак не реагировал. И в связи с этим мужчина умер от удушья, я так понимаю. Сейчас люди от коронавируса, да, умирают, им нечем дышать. Вот в Америке полицейские людей так душат. Разные ситуации в Америке происходят, да. Массовые самоубийства. Убийства, точнее, не самоубийства. Вот. Меня, кстати, в комментариях спрашивали про скул-шутеров еще. Откуда они берутся и так далее. Я решил тоже про это тоже сказать в видео. Мне кажется, что главная проблема в Америке это в том, что у них легализованное оружие, да. Но это уже давным-давно в Конституции прописано. О свободном ношении. Там его несложно приобрести, лицензии получить. Да, и нелегально вообще еще проще это сделать там. Вот. Но это очень вкусно. Я считаю, что это их главная проблема. Люди не умеют пользоваться по назначению оружием. И вообще оружие это равно насилие, я считаю. И нужно ограничить его. Просто я считаю, что полицейские должны просто в каждый дом заходить, проверять, если там оружие, и его конфисковывать. По-другому никак. Или ввести ограничения на продажу оружия, на продажу пулей и так далее. Или пулей, как правильно. Раньше я мечтал поехать в Америку. Но когда каждый год огромное количество массовых убийств происходит. Школа. Школа, господи. Дети убивают других детей. Взрослые люди убивают других людей. На разных мероприятиях. Ты понимаешь, что Эту ситуацию глобально не хотят решать. Этой проблеме уже много лет. Ну и это опасно. Просто-напросто тебя могут там пристрелить. И никто ничего с этим не сделает. Или задушить. Кстати, один из полицейских, который задерживал этого мужчину, он уже имел дело к трем убийствам при задержании. Так что, понимаете, нет дыма без огня. И как бы можно понять людей, почему они вышли на улицу на протесты. Но я не понимаю. И я категорически против, когда это все превращается в мародерство. Вандализм. Потому что, ну я уверен, что многие из вас уже видели видео, где они разрушают различные маркеты, магазины большие. В торговых центрах всякие бутики. Там Louis Vuitton, Mercedes-Benz. Аптеки. Все подряд. В разных городах в Америке. Вот. Там эта проблема серьезная. Я согласен, что Black Lives Matter, как у них говорится, да, жизнь темнокожего населения важна. Но, опять же, вы не должны это таким образом, я считаю, преподносить. Вы не должны все разрушать на своем пути. На насилие вы отвечаете насилием. Это порождает еще большее насилие. Говорят о том, что если они там продолжат, так будут отстреливать этих людей, которые больше всех бунтуют. Так вот, если бы в Америке решили каким-то образом, хотя бы поэтапно, я понимаю, я не идеалист. Я понимаю, что невозможно решить такую проблему, как свободное ношение оружия очень быстро. Делали бы какую-то профилактику, да, особенно в бедных районах. Но там же туда полицейские даже боятся суаться, я знаю, в районы бедные. Потому что там бандиты и так далее. Неблагоприятные районы есть, наверное, в каждом, в каждой стране. В Турции тоже есть. В том же измере, где я живу. Тут есть район, не помню название. Там очень дешевое жилье. Очень бедные люди там живут в большинстве своем. Там много-много домов маленьких. Но туда лучше не суваться. Я там был один раз. Такой себе контингент, скажем так, откровенно. Обожаю свежие овощи. И сыр тоже. Хотя говорят, молочная продукция вызывает причины. Надо останавливать есть молочку. И сыр в том числе. Ну, после карантина. Я себе позволяю есть все. Так как я сижу дома больше двух месяцев. Вот. Дабы не заболеть. И тоже это дальше не распространять. Этот вирус. Поэтому я работаю удаленно. Я уже устал сидеть дома. Но я продолжаю сидеть. Наверное, еще до середины июня буду сидеть. Может, до начала июля посмотрим. В общем, в Америке сейчас беспредел. Все рушат. Не знаю. Богатая страна, да? Говорят. Ну, сколько там глобальных проблем. Очень серьезного плана. Если бы не массовое ношение оружия, мне кажется, там было бы все гораздо проще. Но это мое мнение. Можете в интернете посмотреть ролики, если вам интересно, что там конкретно происходит. Я просто не хочу вставлять это. А что вы думаете насчет этого? Да, и еще насчет тут скул-шутеров. Опять же, если бы больше в школах об этом говорили, если бы действительно родители... Как это правильно объяснить? Care. Ну, если бы их действительно волновало то, что происходит с детьми, их, если бы они узнавали, как твои дела, если бы они смотрели за ребенком больше, что они смотрят в интернете, чем они увлекаются и так далее, можно было бы предотвратить вот эти массовые убийства. Я всегда считаю, что можно предотвратить... ну, последствия. Точнее, не последствия, а до того, как эта ситуация произойдет, можно это предотвратить. Ну, просто нужно на это больше инвестировать время, усилий, а многие, к сожалению, рожают детей только чтобы они были и особо не волнуются и им абсолютно наплевать на то, что происходит с их детьми. Поэтому нужно обязательно, если вы родитель, больше уделять времени своему ребенку и действительно следить за тем, что происходит вокруг него и в какой компании он сейчас находится. Я благодарен своим родителям, что они за мной действительно следили, им было не все равно, и что я вырос адекватным человеком и никогда не рос в непонятной, неадекватной компании. Не зря говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому, отвечая на этот вопрос, моих зрителей любимых, скул-шутеры берутся от необразованности, от того, что родители действительно не принимают участие в воспитании, да, может быть, дома они видели очень много насилия со стороны родителей, между друг другом, ну и так далее. Поэтому нужно это тоже решать, потому что, к сожалению, в наше время это все только увеличивается, эта проблема становится более глобальной. Ну, я надеюсь, что найдут решение. И люди будут действительно принимать этого внимания и будут это решать. Спасибо вам большое, что покушали со мной. У меня такое короткое видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, то поставьте, пожалуйста, палец вверх, подпишитесь на мой канал и напишите ваше мнение насчет ситуации в Америке, насчет скул-шутеров. В целом, мне будет очень интересно. Я думаю, что это такая непростая тема, дискуссионная. Приятного, скажем так, дискуссирования желаю нам всем в комментариях. Пожалуйста, самое главное, берегите себя и ваших близких. Цените жизнь, потому что кто знает, что может произойти. 2020 год нам много сюрпризов. Нехороших подготовил, но надеюсь, что мы вывезем, как говорится. Всего вам доброго. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Пока.